Славянская радио Всем здравия, с вами Народная Славянская радио, Алексей Орлов Сегодня мы начинаем очередную беседу с Александром Жарковым Психологом, гуманистом, эзотериком, практиком, целителем, инеологом, аналитиком И наша сегодняшняя запись будет посвящена теме «Славянские праздники как секреты долголетия» Здравия тебе, Александр! Да, доброе здравия всем слушателям, счастья, мира, света и любви Хотелось бы рассказать о ценности здорового образа жизни во время праздников Да и вообще не только И вот ту тему, которую мы сегодня затрагиваем Хотелось бы вообще пробежаться в целом Что же такое здоровый образ жизни? Поскольку у нас, когда начинается послепраздничное состояние И тем более зима Очень тяжело все начинают засиживаться И поэтому первое основное полагающее вещами – это движение Когда мы двигаемся, у нас двигаются суставы, у нас происходит эластичность И это в первую очередь дает здоровому образу жизни К сожалению, погодные условия могут не давать Или мы начинаем лениться делать зарядки И это, конечно же, влияет на здоровый образ жизни Что хотелось бы акцентировать внимание на это Не говоря уже о том, что наши все славянские праздники И ценности, которые проводились, особенно в период января, февраля Они в первую очередь акцентировали свое собственное внимание На проведении сборищ, празднования славлений Через хороводы, через разные обряды действия И таким образом движение всегда было застоя Никогда не было в теле И нашим телом нужно заботиться и любить Поэтому следующим этапом здорового образа жизни Понятное дело, это духовное развитие Осознанность того, что вы есть Нужно любить окружающий мир Себя, уважать себя, уважать других Быть ответя за все то, что вы делаете И те праздники и ценности, которые закладываются Непосредственно на целый год То устройство, которое закладывается на целый год Является основополагающим Но что это за праздники, которые мы сейчас будем праздновать? Начало это недели памяти про отцов То есть обычно праздновалось где-то с числа 3 января И по 12 января Потом у нас 12 января, это день Бога Перуна Поэтому очень важно было чтить отцов, память предков И уважать их ценности Мы понимаем, как мы ранее говорили в предыдущей программе Что у нас в генетике заложена информация И все наши качества, навыки идут по нашей родовой линии И если мы не будем чтить и уважать Автоматически мы будем принижать ценности И свои способности, и заслуг А в том числе и понимание к нашим родным и близким Будет занижаться Чем больше мы будем заниматься духовными практиками И праздновать эти праздники Это создаст определенную общность Определенную структуру поведения внутри семьи Но не говоря уже о том, что будет развитие Мы будем готовиться Понимаете, каждый день очень часто Когда так посмотришь Люди там праздники разные А делают одно и то же Никто не готовится, ни карнавала Ни какие-то стишки Эта общность, к сожалению, привела нас к этому И нужно вспоминать эти традиции И разные сказы были И былины, рассказывалось об этом Поэтому Следующий основополагающий момент Который нужно помнить о здоровом образе Это правильное питание У нас, к сожалению, во время праздничных историй Люди переедают И огромное количество медиков Рассказывают о большом количестве заболеваний Не говоря уже о пищевых отравлениях И проблемы там и с желчным И с кишечником И с селезенкой, поджелудочной Ну то есть это как простое следствие У нас традиции такого как бы не было Все было Проходило процесс здравомысля То есть поскольку были подвижные опять же те же Харводы, прыжки через костер Это заставляло двигаться И уже сильно переездать не получится Не говоря уже о том, что Были определенные традиционные Люда, которые создавались И имели определенные рецепты Определенная дата их лучше готовить И они имеют магическое свое значение Не говоря уже о том, что Защищать нужно свой организм И поддерживать его И вот если мы говорим о праздниках То там 18-19 число января Это самая такая волшебная ночь Это ночь очищения воды Или по-разному этот праздник называется У нас в славянстве называется Крещенская ночь или водосвятие То есть это в этот момент происходит А вода мы помним произошло от слова веда Это именно вода имеет такую Электроэнергоинформационную структуру Ее способно впитывать всю информацию То мы знаем, что в этот момент Вся накопленная информация Она максимально очищается Если у нас есть какие-то программы Привычки нехорошие Или какие-то фобии, страхи И негатив Вот этот праздник очищается И он помогает очистить всем и каждому Вашу структуру Поэтому когда вы подведете свой иммунитет К заколению Очень хорошо убираются и вредоносные вещества И происходит через омывение Заживление ран Очищение кожи И уменьшаются воспалительные процессы Замедляются процессы новообразований всяких Оказывают обезболивающее воздействие на организм Огромное количество доказательств тому Уже из года в год происходит от целебности воды Поэтому иммунитетом нужно заниматься активно И в это время праздновали очень хорошо И ставили мало того цели и планы Когда очищались на целый год Те программы, которые вы поставите Они обязательно сбудутся И поэтому относились к этому достаточно серьезно Уходилось старое, приходило новое Ну и далее, естественно, если мы уже говорим о воде Пить нужно жидкость минимум 2 литра в день Чистой воды Обычно у нас в связи с погодными условиями Люди этим экономят или не хотят В связи с тем, что там нужно в туалет ходить Но, тем не менее, это естественные природные процессы Если на воде экономить Или пить какие-то другие жидкости Или огречительные напитки Автоматически мы себе делаем вязкую кровь Которая уже потом влияет на эластичность сосудов На токсины в организме И на много-много чего Поэтому нужно стараться максимально пить Ну, там, горячие травяные чаи Ну, или, естественно, чистую воду И максимально не застырять себе никакой химией Или спиртными напитками Которое во время праздников было в изобилии Слоянские ценности основываются на Здоровом образе жизни И никто не употреблял и не злоупотреблял Всякими там напитками Ну, и последнее Это, понятное дело Максимально настолько, сколько это можно В этот момент проводить время с родными и близкими Навещать их Потому что это как раз хорошее время Для совместного проведения И формирования ценностей Потому что если мы формируем ценности на год Автоматически эти ценности Будут основополагающим принципом Знаете, как говорится, как встретишь год, так ты его и проведешь Мало того Вот формируется культура Это то, что объединяет наш народ И мы автоматически будем любить друг друга Находиться в счастье друг по отношению к другу Потому что мы понимаем, что это стиль, образа жизни Как у моего рода и у других людей Одинаковая И это идет от корней наших предков И это, естественно, интересно И готовится каждый раз Как и к праздникам, как и обычаям Интересно, как Даже тоже элементарно Вот самое уникальное Когда там на родогощ На обед брачен Люди приходят И готовят там разные блюда И к важному интересно То, что там что приготовят Поэтому праздники нужно праздновать максимально Сколько можно С открытым сердцем С любовью и благодатью Хорошо Давай теперь немножечко пройдемся по стереотипам Вот тем более, что их огромное количество Новогодним, я имею в виду Стереотипом Стереотип первый Что надо очень плотно покушать Надо очень много выпить Надо там долго не спать Надо долго смотреть всякие развлекательные программы А когда же еще, как не в новогодние праздники То есть нажраться, напиться С красными глазами перед телевизором сидеть И даже если уже не хочется смотреть Все равно надо смотреть Потому что делать больше нечего Вот как к этому отнесешься ты Не просто как человек А как еще изотерик-целитель Что ты скажешь по поводу того Что если человек рюмочку вторую А может быть и фужерчик третий, десятый пропустил Со всякими тостами в себя залил И вот сидит и смотрит в этот голубой экран Что у него происходит Не с точки зрения врача А с точки зрения целителя Да, ну правильно ты заметил Потому что можно очень долго рассказывать С точки зрения врачевания Но если коротко То твой мир всегда соответствует чистоте твоей души То есть то, что излучаешь, то и получаешь Если человек внутри у него Настолько он себя не уважает Настолько себя не ценит Он не хочет светиться сам Он просто жаждет через телевизор Через иллюзию посидеть И пытаться развлечь себя И свое сознание Через то, что ему навязывают И ограниченность действия Хотя он мог бы там книжку почитать Помолиться, помедитировать С друзьями встретиться Там написать план на год Или еще что-то сделать Это уже появляет ограниченность мышления Мало того, с энергетической точки зрения Происходит блокирование энергетических каналов И я, мало того, хочу сказать Уникальное доказательство В этом году австралийские ученые доказали Один час, проведенный возле телевизора Сокращает 22 минуты жизни Люди стареют из-за стереотипов Из-за поведения Из-за образа мышления Ну, не говоря уже о том Что, я уже говорю О физической подвизненности Не происходит Поэтому, с энергетической точки зрения Мало, энергия хуже двигается Мы блокируем каналы творчества Мы не принимаем каналы от абсолюта Мы не принимаем знаки Мы не хотим слышать Что нам наши подсказки там Высшей силой говорят Пойди на улицу, погуляй Пойди встретить вторую половинку Мы, да нет, зачем нам там шоу Куда-то холодно Куда я пойду Зачем мне это все Поэтому мы не развиваем свои способности А если уже так глубже копнуть То, когда человек деградирует Он не пестует свое тело Он не уважает свой дух Он принижает энергию творца в себе У него распадается клеточная структура Включается инстинкт самосохранения Запускается программа апатия Депрессия, а потом болезнь То есть человек лежит и такой думает Так, что-то мне все в жизни не нравится Это для чего сделано? Для того, чтобы человек посидел и подумал Что же он делает не так Поэтому вот такой вот Сотворный образ жизни Это как следствие Когда человек не хочет заниматься А вот представим себе На скидочку За место того, чтобы там сидеть Смотреть иллюзорный телевизор Или просто задать себе вопрос Ну, ты посмотришь там 15 тысяч серий Или еще непонятно каких-то фильмов Или клипов Или еще тонны рекламы Которая пассивно загрузится И что? Ты просто Давайте вспомним там Последних там Два года, которые были То, что вы провели там Вот после телевизора Стали вы от этого счастливее? И уже дальше отвечаем на этот вопрос Стали вы духовнее? Стали вы более интереснее? Есть что пересказать? И вот когда человек Сознание начинает думать Да нет, действительно Ну, наверное, есть какие-то Дельные слова В том, что сейчас говорится Наверное, не хочу я так праздновать Я хочу по-другому Я хочу, чтобы было интересно Творчески Счастливо Наполнено А что для этого надо? Ну, для этого надо Опять же говорю Либо прибегнуть к традициям Либо прибегнуть к своему личному развитию Через цели, планы, стремления Проектирования Либо просто элементарно даже Закончить те дела Которые накопились С прошлого года Чтобы они не засоряли этот год Начиная от уборки Заканчивая от обещаний Там, совместного проведенного времени Или обещаний Прочитать там себе книгу Или хотя бы даже заняться спортом Поэтому Это как следствие С энергетической точки зрения Мы просто-напросто Принижаем И Как показывает практика Вот у нас есть 144 меридиана И Через эти меридианы У нас Как бы там Течет кровь Энергия идет А вот В древних наших Медических источниках Помимо Основных меридиан Есть еще Такие Каналы энергии жизни Энергии живых Так вот Ну На На Востоке Они называются Праническими каналами Их более Семейских двух тысяч Так вот Эти вот Пранические каналы Которые пронизывают Пропитывают эту энергию И у людей Которые Сидят Просто-напросто И смотрят Телевизор Влияют Не говоря уже О тех передачах Которые они выбирают Пранические каналы Просто-напросто Блокируются Энергия не циркулирует У них начинают Холодеть руки-ноги И Не говоря уже о том Творчество Подавляется Соответственно Это уже идет Как следствие Как следствие Поведения Человек естественно И уже не может Радоваться жизни Творить Любить себя А заниматься Любимым делом Поэтому выбирайте Какой вам стиль Подходит Вам стиль Подходит Динамичного Развития И Почитания Чтения Ценностей И традиций И развития Своей души Либо просто Вестись на поводу И Заниматься Смотреть Конечно же Вы имеете право Полностью отдохнуть Но отдыхать Можно по-разному Это ваш выбор Я хочу Сделать тоже Еще со своей стороны Уточнение Все верно Ты хорошо сказал Просто как бы Для раскрытия Дополнения красок Скажем так Вот есть такое выражение Куда обращено Ваше внимание Туда течет Ваша энергия Где и на вашей энергии Там ваша жизнь Вот если вы Смотрите В телевизор Который создан Другими людьми С их интересами С их жизнью То в этом случае Вы отдаете Свое внимание Телевизору Значит тем людям Которые делали Эти программы Если вы свое внимание Туда направили То в этом случае Ваша энергия Также передается туда Если передается Ваша энергия Туда Значит отнимается Ваша жизнь Отдается их Им вернее Ваша жизнь Ваши энергии Ваши силы И вот когда ты сказал Что отнимается Энное количество Минут За просмотренный Час телевизора Да Это можно сейчас В интернете Набить В поисковых системах И найти Эти Ну Медицинские Или научные Доказательства Да вот получается Даже с точки зрения Не медицинского Вот если следовать Этой простой истине Получается что да Вы теряете Теряете реально Свою жизнь Вопрос А для чего Вы тогда пришли В этот мир Быть как в матрице Батарейками этой системы Которую батарейки Погружали За счет вас Живет вся система Или все таки Быть полноценным человеком Который существует В этой жизни Для выполнения Своей какой-то миссии Для выполнения Какого-то своего направления Для достижения Какой-либо цели Вот когда вы Это все разложите По полочкам То вам станет понятно А нужно ли вообще Смотреть телевизор А если нужен То в каких случаях И с какой целью И еще По поводу алкоголя Ну сразу Уточнение такое Что алкоголь Не может являться напитком Поскольку напиток Это то что питает А алкоголь Это все таки То что разрушает И поэтому Это в лучшем случае Является алкогольным изделием А раз так То здесь выстраивается Такая интересная вещь Поскольку это алкогольное изделие То есть наркотическое изделие Наравне с другими наркотиками Неважно Курите вы, дышите Колитесь или пьете Просто принцип действия Чуть-чуть может отличаться Но суть самого действия Остается та же самая Так вот Если вы применяете Любой наркотик В частности Алкоголь На праздники Или не на праздники То в этом случае Происходит подключение К нижним мирам Вот такой же принцип Как используют шаманы Иногда Для того чтобы К нижнему миру Подключиться Некоторые шаманы Там что-нибудь такое Раз приняли И им попроще Кто-то обходится Без принятия Только за счет Своих усилий Воли и тренировки И дарования Которое в них развито А кто-то Чуть-чуть еще применяет Так вот Алкоголь Как и другие наркотики Они вас подключают К нижнему миру То есть к пекельному миру И через это Когда ваше сознание Еще подавлено Подключка уже есть Вы не удивляйтесь Что к вам Могут прийти Различные сущности Управления вашей жизнью То есть вы добровольно Открываете в себя Им двери И они в вас входят И начинают управлять Вами так Как нужно этому миру Откуда они пришли Как нужно им Вопрос Вы чем тогда будете Являться на этой земле Только скафандром Который уже лишен воли Лишен сознания И в котором Подселились вот эти сущности Или все-таки вы человек Вот когда вы задаете Себе эти вопросы Насчет внимания Куда вы внимание направляете Где ваша жизнь И насчет того Что вы употребляете Куда вы подключаетесь То тогда Многие ответы Правильные К вам приходят И вот как раз В новогодние праздники Есть очень хорошая возможность Перестать быть Вот такой батарейкой Для системы Батарейкой для пекельных миров А стать полноценным человеком Мне кажется Это очень хороший вариант Для осмысления всего И перехода Перевода себя На новые рельсы На новый уровень жизни Как ты думаешь? Да Я просто добавлю Как бы Что касается Когда мы подключаемся К тем же нижним мирам Нижнему астралу Так называемому У нас Ну нафинцевалось Поэтому появляются Астральные паразиты Всякие Там Атляр Заканчивая Всякими суккубами Инкубами И демонами И они просто-напросто Делают простейшую статистику Которая есть То есть Что такое алкоголь Это 90% случаев Сексуального насилия Всего Если мы сейчас говорим О статистике мировой 80% Это Опять же Всякая Незапланированная беременность 50% Дорожно-транспортных Происшествий Происходит под алкоголем 50% Семей Происходит из-за алкоголизма Одного из супругов 50% Убийств Основанных на алкоголе Ну и 25% Самоубийств Конечно же Это такая Жесткая статистика Которая есть И она Неотъемлемая часть Это если мы сейчас Говорим только О медицине А если мы говорим О энергетике То вы сознательно Подавляете себя Вы разрушаете Себе ядом И Ничего Знаете В свое время Очень хорошая Такой афоризм Был Нет лучшего средства Для создания идиотов Чем алкоголь В свое время Креплен Некий Рассказал Такой афоризм Который занимался Этим направлением И Если вы хотите Думайте Что вы временно Все расслабитесь Ни к чему хорошему Это не приведет В первую очередь Задумайтесь А что вы создали Или создадите В этом году Уникального А какой у вас план На день На неделю На месяц На квартал На год А что вы Создадите Такого Что Сделать лучше Напоминаю При алкоголе При вашем Образе жизни Это влияет На ваши гены То есть Это еда Режим питания Физическая Активность Уровень стресса Вредные привычки Вот Все это влияет А эти все факторы Помимо Собственной Ненетики Отвечают За то Насколько Мы здоровы То есть Это уже Замкнутый круг Как вода Точит камень Так эти факторы Постепенно Днем за днем Шлифуют И трансформируют Наш генетический статус Ну и тогда К чему мы приходим Мало того Что вы снесете вред Вы еще не несете вред Генетике Потом своих Будущих детей Потомству Если вы конечно же Хотите делать это Ну это ваше право Но ни к чему хорошему Это не приводит И никогда не приводило А осознанности Тут в таком поведении нет И нужно понимать О том Какую ценность Вы идете Если мы сейчас говорим О энергетике То Мы должны понять У нас есть уникальная Мы каждый Это уникальная оса Которая родилась В определенной местности В определенном городе В определенном Локации В определенное время По позиции планет Галактик По позиции свечения Разных родителей Генетики То есть И у нас есть разное воспитание Автоматически Вы уникальны А теперь Представьте себе То что вы создадите Не создаст никто Даже самую мелочь Для пространства Это необходимо Потому что Ну Вы же не знаете Какие у вас способности Я уже говорил Я думаю Все это знают Мы всего-то знаем Используем мозг 3-5% И энергетическую Свою составляющую В том числе Мы как генератор Батарейки Делаем кучу Тепловой энергии Но мы ее Не используем По назначению От этого Быстрее могли бы Расти растения Могли бы Эту воду Энергию Направить На очищение Водоемов На убирание Озонового слоя Там И многих Многих вещей К сожалению Мы не задумываемся И мы просто Тратим это впустую А потом уже Как следствие Жалуемся То что у нас Не такая жизнь Мы не настолько Счастливы Мы не настолько Богаты Потому что Если бы мы Энергию Вложили бы В энергию Созидания У нас бы Конечно Пропало Все эти процессы А самое главное Это что пропало Это страхи пропали Нелюбовь к себе Обида И неуверенность Прощать Принуждение Желаний Автоматически Мы скрываем Реальные эмоции Тем какие они есть На самом деле Мы несовершенство А всего-то ничего Мы потому что Все это пытаемся Проконтролировать И мы не хотим Понять Чего мы хотим На самом деле А может Настанет момент Когда вы просто Возьмете Сядете И подумаете Нет Этот год Сегодняшнего дня Я хочу провести По-другому Принять И научиться Справляться Со стрессами Избегать Хронических болезней Разрешить себе Быть с собой Принять свое тело Полюбить его Потому что Вы его выбрали Своих родителей Ваш опыт Да У вас есть карма Но за нее Надо тоже отвечать За то что вы там Наделали В этой жизни Или ваши родители Арные близки То есть Элементарно Поработайте Подслеживайте Причины Которые Вызывают У вас Вот эти вот Негативные Или вас Привели К этим ситуациям Неужели вы хотите Циклично повторять Так же Как делают Все остальные Если вы хотите Достичь чего-то Занимайтесь Собой Работайте Над собой В первую очередь Если вы хотите Оздоровиться На уровне Души И тела Надо задуматься Словом Допустим Того же Слово Лечение И оно Применило К сознательным Действиям Если вы Бессознательно Смотрите Телевизор Или бессознательно Там Ну Ты меня Уважаешь Давай Ну Давай Тогда Вы не Исцелитесь Сознательные Действия Контролируют Разум А разум Подвержен Влиянию Из дне И поэтому Оздоровление Организма И сознание А уже Как следствие Самый главный Корень Души Это было уже Сказано Происходит За счет Внутренних сил За счет Самовосстановления И эти Процессы Лечения Называть Уже Некорректно Они проходят Внутри нас Вне нашего Контроля По законам Природы То есть Если вы Не будете Заниматься Ни традициями Ни ценностями Не заниматься Своим Образом В жизни Автоматически Вы не просто Принижаете Себя Вы еще Принижаете Природу То есть Вы не позволяете Ей Через вас Самовыражаться Если вам Это подходит Ну Ваше право Ваш выбор То есть Другими словами Получается Вообще Алкоголь Даже нюхать Нельзя Для того Чтобы как-то Развиваться Или все-таки Есть какая-то Доза Культурно С друзьями За столом Под бой Курантов Или там Еще под Какие-то Интересные Сигналы Что Бац Все Пора Приступаем Какое-то Может быть Специального Вида Изделия Алкогольные Дозы Качества И так далее Вот что Ты про это скажешь Ну На самом деле Хороший Такой Момент Когда Что Алкоголь Во всех Его видах Есть страшный Яд И потребление Его в Любой Малых Дозах Вызывает Отравление Разрушает Здоровье Понижает Разственность И Материально Производит Раздор В сознании Это между прочим Первая реклама Водки 1909 года Поэтому Это не мои слова Это в свое время Придумано И было Растиражировано Небольшое Количество Алкоголя Можно Вследствие Там Использовать Медицинских Целей Но Если Мы Возьмем Понимаем Что Алкоголь Делает С нашими Эритроцитами И Ну Просто Под микроскопом Посмотрим В интернете Роличек Или в реальности То Мы Отпадает У нас У нас Осознанность Включается То есть Если Мы Выпиваем Уже Так Просто Хоть Совсем Чуть Чуть Зачем Это Делать Это Не Даст Никакого Эффекта Если Медицинских Там В виде Каких-то Лекарственных Трав Это Другой Вопрос И То В Небольшом Количестве Но В Небольшом Количестве Поэтому Осознанность Принимается Тогда Когда Мы Не Видим Внутренности Своего Организма И Вообще Своего Поведения А Если Мы Возьмем Сейчас Это Тоже Доказанно С Энергетической Точкой Зрения Это Хорошо Видно Тех Людей Которые Видят Ауру Энергия Когда Человек Выпивает Алкоголь Хоть Там Самую Малость Самую Маленькую Рюмочку Бутылочку У него Биополе Становится Дырявое Расшеченное Размытое Расплывается И Сходит Поле Влево Вправо На чакрах Лепестки Закрываются Ну И Как Следствие Не Надо Объяснять Видящему Человеку Ведающему Нужно Ли Это Или Нет А Если Человек Был Регулярно И Понимал На Сегодняшний День У нас С точки Зрения Физики Можно Подключить К Телу Электроды И Посмотри До Алкоголя И После Алкоголя Сколько Вы Выделяете Энергии Как У вас Система Работает И Тогда Эти Вопросы Сами Собой Отпадают Не У вас Молод Становится Работать Или Как То Вы Принимаете Решение Или Осознанно Как То У вас Как Креативные Идеи Приходят Ну Это Очень Субъективное Отношение Конечно Вы Имейте Право Вробить В Организм Но Можно Заняться Более Здоровым Образом Жизни Если Вы Хотите Обеспечить Себя Жизненные Установки На Создание Семьи На Психологическую Устойчивость На Умение Решать Семейные Конфликты На Ответственность На Умение Работать Взаимодействовать С пространством Вы Автоматически Этого Не Будете Употреблять Потому Что Элементарно Алкоголь Экономит Ну Если Его Не Употребляете Экономит Время И Деньги У Вас Достаток Появляется У Активная Гражданская Позиция Не Говоря Уже О Что Вы Будете Здоровым И У Вас Появляются Такие Слова Как Мораль У У У Мышление Появляется Вы Становитесь Более Обучаемым У 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 Реальность Это Реальность Вы Можете Потратить Время Я Неоднократно Находился В таких Компаниях И Я Говорю Ну О Чем Мы Говорим Ну Расскажите Что-то Интересное И Буквально Пять минут Разговора У людей Заканчивается Либо Словарный Запас Либо Понимание Того О Чем Говорить Я Говорю Это Не Праздники Это Просто День Алкоголизма И Пьянство Вот Это Реальность Поэтому Давайте Будем Назвать Вещи Своими Именами У нас К сожалению Система Ценности Довела Уже До Такого Что Если Человек Не Пьет То Это Уже Не Норма Ну То Как Это Не Может Быть Это Уже Система Ценностей Подменяли И Конечно Ж Уже Долбали И Все В Это Поверили Это Ужасно Это Ужасно Потому Что Кто Сказал А С точки Зрения Здравомысля Еще Человек И Когда У вас Сознание Открывается Что Тогда Вам Не Надо Будет Объяснять Ничего Вы Просто Это Знаете И Все Вы Это Чувствуете На Уровне Души И Вот Если Уже Так Совсем Заключительное Скажу Есть Такой Замечательный Человек Точнее Был Генрик Герман Роберт Коб Это Немецкий Микробиолог Он В свое Время Опубликовал Труд В котором Сказал Винный Спирт В любом Количестве Не Придает Силы Ослабляет И Не Молодит Организм А Старит Душу Тело И Характер И Расслабляет Разум Так Что Думайте Если Выдающиеся Люди Об этом Говорят Хотите Вы Это Делать Или Нет Это Это Уже Ваш Выбор Значит Тогда В этом Случае Наверное Любой Здравомыслящий Человек Я надеюсь Что Слушатели Именно Такими Являются Задаст Предлагающему Вопрос А есть У тебя Рецепт От Доктора В каком Количестве В какой Последовательности Когда Это Необходимо Пивать И с Какой Целью То есть Рецепт Покажи Пожалуйста Потому Что В данном Случа Мы Видим Такую Распространенную Байку Что Алкоголь Помогает Например Коньячок 80 грамм Или 50 грамм Перед завтраком Или перед обедом Помогает Вот покажите И так Типа Рекомендуют Врачи Может быть Кто-то Вам Это И сказал Может быть Какой-то Врач Но Ни один Врач Не Выпишет Вам Рецепта По Употреблению Алкоголя Ни одного Рецепта Я за всю Свою Жизнь Сколько Не Спрашивал Не Увидел Поэтому Давайте Вот Эту Байку Насчет Медицинских Целей 50 грамм Или 100 грамм Мы отбросим В сторону И больше Глупостью Заняться Не будем Ну Тогда Другой вопрос А как Веселиться Тогда Людям Если Вот это Пойло Не употребляется Ну Во-первых Самый важный Момент Когда говорят Давайте Выпьем За здоровье Выпивают Алкоголь Вы выпиваете Энергию Человека И когда Человека За здоровье Пьют Выпивают Энергию А если Пьют За здоровье Скажем Там Сок Или Чай Какой-то Ворс Узвар То автоматически Дают человеку Здоровье Они С него Не выпивают А как Веселиться Раньше Огромное Количество Традиций Сказок Небылиц Разных Интересных Даже Элементарно О том же Планы Цели Рассказать Посоветовать Дать Какой-то Поучительный Совет Рекомендацию Почитать Книги Стихи Поиграть Шарады Ну Есть Очень Много Сейчас Слава Богу Уже По нас Создавали Даже Если Мы Сейчас Не Говорим О тех Ценностях Традициях Которые Забыты Сейчас Очень Много Эрудированных Игр Созданных В домашних Условиях Компаниях Командообразующих И подвижных Можно Сделать И Заканчивая Совместным Приготовлением Еды И Составлением Каких-то Родовых Деревьев Или Построению Или Посмотрению Каких-то Поучительных Фильмов Совместных После которых Проводится Анализ Что полезно Что засвоено Ну или Допустим Как раньше Было Головай Семьи Мудрые люди Делились Знаниями Давали Наставления Обучали Конечно же К ним прислушивались Конечно же Их уважали Конечно же Люди Приходили На праздники И просто Вот мы сейчас Привыкли Обязательно Идти на какого-то Крутого Спикера Который Многомиллионный Миллионер И Вам проще Пойти Такого спикера Послушать Который Никак Не связан Там Допустим Наш дед Который Прошел Жизнь И мы Не хотим Его Слушать Потому Что Наш дед Для нас Не авторитет А раньше Было По-другому Или Наши родственники Были В первую очередь Потому Что Мы Понимаем Наступит Момент Когда Мы Станем Стареньким И То Как Мы Относимся К Нашим Родителям Наши Дети Будут Относиться К Да Даже Элементарно Посмеяться Над Самим Собой Разобраться Какие-то Разобраться Со страхами Посмотреть По-другому На Свои Жизненные Ценности Да Вы Смеете Те же Проблемы Как Многие Сатирики Рассказывают Просто Посмейтесь Над Проблемами Не Надо Говорить Что Там Все Плохо Ой Опять Там Пошли Эти Цены Ужас Да Наоборот Смешно Ну А Мы Живем Это Как Старом Анекдоте Когда Говорит Я Уже Денег Не Плачу Они Все На Работу Ходят Ну Кажешь Так Поэтому Чем Больше Мы Относимся С Юмором С Радостью С С С С Гармонией Чем Быстрее Мы Научимся Проводить И Праздники И С С Детьми С Родными Детскими Весело И Интересно Просто Было Желание Ну А если Нету Желания И Творчества То Конечно Это Уже Как Средство Идет Алкоголь Вот И Все То есть Получая С другими Словами Опять же Приемлема Формула Куда Направлено Ваше Внимание Туда Течет Ваша Энергия Значит Там И Жиль Вот Если Вы Формируете Вокруг Себя Образ Здорового Отдыха Если Вам Интересно Общаться С То В этом Случае И Окружение Будет Такое Появляться Вокруг Вас Значит Такие Люди Будут К Вам Притягиваться Значит Будут Создаваться Ситуации Когда Вы Будете В чем-то Участвовать Более Правильном Более Полезном Для Своей Жизни Жизни С широкой Точки Зрения Где И Здоровье Где И цель Жизни Где И Путь Жизни Представлен А Если Вы Просто Упираетесь Глазами В Зомбоящик То В этом Случае Мало того Что Вы Отдаете Свою Жизнь Вас Еще Программируют На Самоубийство На Подчинение На Батареечный Образ Бытия Существования Когда Вы Свою Жизнь Отдаете Кому-то Другому Убивая Свою Энергию Убивая Своё Тело Поэтому Все Очень Просто Если Вы Вектор Направили В эту Сторону То В этом Случае Вокруг Вас Появляются Все Необходимые Инструменты К вам Притягиваются Люди И Тогда Вектор Превращается В светлую Прекрасную Дорогу В окружении Друзей Вот И Всё Хорошо По поводу Питания А чем Лучше Питаться В выходные Праздники Чтобы Опять же Не Навредить Себе А может Быть Даже Еще И Поправиться Поправить В смысле Здоровья Не Поправиться В весе Ну Тут На самом Деле Правильный Вопрос И Питание Может быть Много Полезного И Хорошего На самом Деле Это Такой Тонкий Момент По поводу Питания У каждого Есть Индивидуальный Подход И Зависит От Праздников И Традиций Но Если По разному Говорить У нас Есть Огромное Количество Фруктов Овощей Ягод Зелени Салатов Прощенные Зерни Там Бобовых Сухофруктов Других Пряностей Культур Поэтому Тут Чтобы Не Перевращать Сам Культурные Рецепты Которые Есть Которых Много Просто Хотелось Чтобы Каждый Человек Понимал Что Ему Индивидуально Подходит Живая Пища Это Та Которая Очищает Организм Которая Запускает Механизм Очищения Которая Отдает Энергию Живых Ферментов Антиоксидантов Дает Жизненный Тонус Это Четко Живое То есть После Которой Спать Хочется Которая Радость Которая Свобода Ясное Сознание Интеллект Сильное Намерение Это Поэтому Конечно Нужно Позаменять Весь Негатив Который Есть Можно По-разному Делать Начиная Если Мы Говорим О зелени Это Там И Шпинат И Салат И Броколи Заканчивая Если Мы Говорим О фруктах То Там И Виноград И Яблоки Апельсины Дыни Там Те же Там И Бананы И Морковь Это Все Реально Можно Делать И Слежевыжатые Соки И Добавлять На самом деле Питания Очень много Оно Разнообразное Огромное Количество Сейчас Вегетарианских Сырагических Сайтов Которые Дают Ну Если Вот Так Вот По-быстрому То есть Очень много Рецептов Белокочанной Капусты И Свежей Зелени И С листьями Салата Шпината Дают Наполнение Нужными Материями Я Мало Того Хочу Сказать Есть Даже И В интернете Сниги Рецепты Более Трех Тысяч Видов Салатов Сыроедческих И Поэтому В этом Никаких Проблем Нету Есть Смотреть По Ценности Энергетической Вполне То же Самое Есть Таблицы Которые Помогают Проанализировать И заменить И Просмотреть Совместимость Продуктов Поэтому Не говоря Уже о том Что Нужно Понять Во время Периода Зимы Хотелось Бы Давать Получать Нужные Микроэлементы Для укрепления Того же Иммунитета Потому что Все-таки Праздники Иммунитет Страдает Потом Бактерии Вирусы Поэтому Тот же Йод Который Укрепляет Иммунитет Улучшает Имственную Деятельность И Убавляет От чувства Усталости Он есть В речке В горошке В молоке В яблоках В морской капусте Однозначно Это нужно Включать В себя Если мы Говорим О цинке Там Влияет На настроение На Как говорится Когнитивное Состояние То Тут Тыквенные Семечки Можно Всякие Там Тыквенную Кашу Делать Семена Кунжута Арахис Кушать Если у нас Силен Он Улучшает И Повышает Иммунитет И Повышает Защитные Свойства Организма И Сердечно-сосудистые Проблемы Защищает Которые Опять же Говорю За вязкостью Крови За переедание За шлакованность У нас Это и в белых грибах Есть И в чесноке И в кукурузной Крупе Фасоли Пожалуйста Фосфор Который у нас От хронической усталости И это Белокочанная Капуста Чечевица Тот же Творог Пожалуйста И последнее Сильно Долго Не рассказывать К примеру Марганец Который Помогает Нервной Системе Нашей Увеличивает И мозговой Активности Помогает Выработки энергии Тот же Опять же Шпинат Арахис Фисташки Какие-нибудь Белые грибы Чеснок Свекла Поэтому Изобилие еды Сейчас Большое Огромное И можно Есть живую Здоровую пищу И Максимально Создать Ну приблизительно Пирамида питания Как говорят Ну так В среднем То есть Это Если мы берем Жиры, масла И сладости Это ограниченное Количество Одна-две порции Белковых продуктов Бобовых День Две-три порции Овощей Четыре-пять Порции Фруктов Два-два-четыре Порции В день Ну и зерновых Семь-восемь порции То есть Если так Перекинуть И комбинировать Между собой По чуть-чуть По чуть-чуть По чуть-чуть Создается Кому что больше нужно Просто нужно смотреть В течение дня Что вам больше подходит Но некоторые Начинают Допустим Берут Один плод Скажем Одну чашку Съели Два-четыре овоща В день Потом Цельнозерновых Продуктов Три-пять чашек Съедают Всякие Бобовые Семена До одной чашки Всяких орехов Горст Съел Ну и Очень там Сладости Человек кушает Ну редко И автоматически Этого хватает Никаких проблем нет То есть Можно на праздничный стол Ставить Вот то Что ты перечислил И это будет полезно Но это с точки зрения Физиологии А давай с тобой Рассмотрим Несколько потаенный Аспект питания Что на твой взгляд Как целителя Происходит С людьми Которые употребляют Мясную пищу Не просто с точки зрения Какие ферменты попали Как это Удобно варить Переваривать Или неудобно Переваривать организму А именно с точки зрения Всего процесса Употребления мясной пищи Я так скажу Замечаю Я уже последних 7-8 лет Где-то На таком Сыроедении Вегетарианства Не кушаю Ни рыбу Ни яйца Скажу так Вот мертвая пища Которая Есть В любой форме Рыба Мясо Некоторые Называют Курица Это же птица Это же никакого Отношения к мясу Не несет Все оно засоряет Организм Это низкая Вибрационная энергия Которая Если мы говорим Блокирует Выведение шлаков То есть И токсинов Автоматически Засоряет энергетику И чакры проходят Открывается Плохо Автоматически Сознание Помутненное Не говоря уже Старение Деградация У людей Появляется злость Апатия Агрессия Замечал Биополе Пустнеет Яркость цветов Выпадает Утомленность Увеличивается Когда я перешел На сыроедение Мне вообще нормально С 4.35 утра Просыпаться Заниматься Практиками И абсолютно Хорошо себя чувствую Не говоря уже о том Что паразиты В теле И еще в сознании Появляются Когда человек Кушает У него Биополе Дырявое Становится И соответственно Легче заходят Астральные паразиты Всякие Сущности Ну и не говоря уже о том Что появляются Всякие Хронические заболевания И автоматические появления Вредных привычек Которые связаны С энергетическими Паразитами Ну и Люди Конечно Это может Субъективное мнение Но Опять же Как следствие Это раздражительность И нервотность Потому что Человек Целостности Не проявляет Отсюда У нас И депрессивное Состояние И человек Спит плохо И плюс Не говоря уже о том Мы знаем Пищевая зависимость 80% энергии Идет на переваривание Этой же пищи То есть Сами паразиты На микромире Они сознанием Говорят Мы хотим есть Это не вы хотите есть Вам энергии хватает Ну и соответственно Затуманенное сознание Когда человек Вообще не понимает Зачем Что Какие у тебя планы Какие у тебя цели Ради чего ты живешь То есть Очень появляется лень Человек не хочет Просыпаться Утром Идти там На работу Заниматься Чем-то Физкультура Творческий Потенциал Очень низкий Очень замечал Когда Когда человек Начинает Переходить На Сыроедение Вегетарианство Творческие Стихи Идут Изнания Образы Картинки Желания Появляются А Так нет Ну и не говоря уже о том Что Очень слабенькое Намерение И Единственное Может Какой-то Позитивный Аспект Это Минутное удовольствие Которые создают Те же паразиты Они знают Наше тело И нас Приманивают Этим Съешь мясо Съешь мясо Не выкидывают Временное Количество Тех же Гормонов Говорит И ты съел Ой, как хорошо Как вкусно Все Это чисто Временный эффект Это единственное Положительное С энергетической Точкой зрения Всплеск Который там Пару секунд Делается А потом Ты уже Не получаешь Ни удовольствия Ничего Поэтому Я не увидел Плюсов Но опять же Я повторюсь И На прошлой передаче Мы говорили Человек должен Перейти к этому Осознанно То есть Это не надо Там Нашу передачу Послушать Или там В интернете Книжечку Почитать Если вы в сознании Еще где-то Мясоед И вы Не убрали Вот это вот Животное А напоминаю Даже если Животное Сейчас убито И оно Каким-то образом Попало на ваш стол Оно автоматически Убито По заказу вас Может вас Она лично Не знала Но тем не менее И несется карма На тех Кто купил Кто продал Кто убил Кто приготовил И поэтому Наши предки Они Когда Питались Они автоматически Живой пищей Давали жизненную энергию Человек молился Во время пищи Там Звуком Медитировал Мантры Ом Говорили Ну по-разному А ум Правильней Или Скажем Можно попросить Благословить Как говорится Пищу И вы автоматически Заряжаете Жизненной энергией Или так называемой Праной Эту пищу Эту энергию Смерти Уходит Но Сколько бы ты не молился На Там Тоже как бы Мясную пищу Такую тяжелую Очень много Негативной энергии И чтобы ее перевести В состояние Активной Жизненной Благостной Нужно очень много энергии Поэтому В данном случае Проще Наверное Питаться Качественно И осознанно И тогда у вас Сама внутренняя Потребность Пропадет Я вот Неоднократно Общаюсь С детками Маленькими Индигой Которые приходят Сейчас В пример И очень Ярко показано Когда дети Напротив С родителям Зачем я должен Есть там Телять Ну это что Это живое Ну как это Ты попробуй Убить То есть Человек Когда Если бы он сейчас Сам накинулся Был Я думаю Не все бы захотели Есть То что они едят То есть они уже готовы Убить И мало того Вот этот вот Подход такой Это ж Мы ж Трупную пищу Не хотим есть Нам надо ее Обязательно Поджарить Делать ее там Со специями Поэтому подход Не тот Осознательно Природа Создала Нас такими У нас Специально У нас даже нету Клыков Которые есть Попробуйте Корову Этими зубами Разгрыть Это не получится Вот никогда А сама природа Нам подсказывает То что мы Плодоядные И все И с энергетической точки зрения Когда сознание До этого доходит У вас Ну не появляется Никакого желания Интереса к этому Вы Живое существо Не будете Оно живое Оно хорошее Ну Просто и все Это такой стереотип Да, конечно Были Жизненные там Ситуации Когда Возможно В некоторых случаях Да В этом Совсем уже В каких-то Критических Ситуациях Это Может быть Необходимо Было бы Хотя Есть огромное Перечисло Примеров Когда люди Переходят На сыроедение А потом На праноедение Или на солнцеедение Как говорят И ничего Нормально Это возможно В общем-то Мы коснулись Таких интересных Аспектов Которые не совсем Конечно К нашей теме Касаются Славянские праздники Как секрет Долголетия Но к долголетию Наверное Да, касаются И к славянским Нашим Обычьим Традициям Поконам Все-таки тоже отношение Имеет Здесь ведь Люди Большинство Современных Людей Когда употребляют Что-либо Они Не видят Всего процесса Как это Употребляемое Ими Оказалось У них на тарелке Весь процесс Появления К примеру Люди Кушающие хлеб Они Не понимают Из чего Этот хлеб И как сделан Где Произрастало Зерно Что Делал Человек Для того Чтобы оно Произросло Что делала Природа Чтобы это Зерно Произросло И чтобы Появились Колоски Чтобы Налились Зерна И не Видят Того Что делают Те люди Которые Растят Наверное Так можно Скать Животных На убой И Чем Они Колят Этих Животных Чем Они Кормят Этих Животных Как Мучаются Животные Когда Их Везут На Бойню Какие Они Ощущения Испытывают Страхи Что Там Потом В мясе Остается Этого Животного Убитого И так Далее То есть Люди Употребляя Котлетку Они говорят Вы с чем Ходите Котлетку Ой Я хочу С курочкой Ой Я хочу С зайчиком Ой Я хочу С тем То Они Не понимают Что Это уже Не Зайчик Это уже Не Рыбка Это уже Не Курочка Это уже Не Теленочек Это Кусок Мяса Вырезанный Из Убитого По их Заказу Вот этого Самого Теленочка Зайчика Курочки И так Далее То есть Когда Вы оплачиваете Что-либо В ресторане В магазине Вы тем Самым Поддерживаете Всю Дорожку Убийств И В конечном Итоге Вы В общем-то Являетесь Заказчиком А кто Заказчик С точки зрения физиологии Ведь надо Тоже себе Учитывать Что Одно Дело Если Вы живете В деревне Сами Взращиваете Животное Сами Его Убиваете Сами Снимаете Шкуру Сами Разрезаете Сами Все Готовите Это Вы Хозяин Вы Взяли За это Ответственность И В общем-то Вы понимаете Чем Вы кормили Что Происходило А Другое Дело Когда Это Весь Конвейер Где Участвуют Различные Комбикорма С добавками Где Есть Какие-то Поливитамины Которые В общем-то Не растворяются Не выводятся Они остаются Есть Какие-то Наркотические Вещества Которые Обязательно Употребляются В пищу Животными Есть Какие-то Анаболики Чтобы быстро Рос Тот или иной Организм Есть Какие-то Прививки И так далее Тому подобное То есть Здесь накапливается Такой Объем Химических Элементов Которые Не Не вывариваются Не выпариваются Не выжариваются Они К вам попадают На стол Плюс ко всему Когда животное Убивают Выбрасывается Огромное количество Других веществ Которые Также Не вывариваются Не выводятся И вы тоже Употребляете И Когда вы употребляете Весь этот большой комплект То в этом случае У вас могут Возникать Какие-то Расстройства Желудка Расстройства Психики Вы можете Испытывать Беспокойство Потому что Гормоны страха Они уже были Выработаны Вы их съели И так далее И тому подобное То есть здесь Вот это все Необходимо понимать Если вы понимаете Это То тогда Ну хорошо Вы осознанный человек Вы это Употребляете осознанно А если не понимаете То в этом случае Тогда вы кто И Наверное Надо еще Вот затронуть темку Маленькую Буквально коротенько Вот когда ты говорил О том Что вегетарианцы И люди Которые переходят На здоровый образ пищи Они становятся Более спокойными Но Я очень много вижу В интернете Различных баталий Где вегетарианцы Ведут себя Очень агрессивно Когда они пытаются Доказать Другим людям Что например Вы там Трупоеды Вы там Вот такие-то Такие-то Вы сик-сяки Этакие И так далее Откуда На твой взгляд Идет такая Агрессия Почему вегетарианцы Которые должны быть Спокойными Они вот так Резко Себя ведут Нападая На людей И вызывая К себе Антипатию Опять же Такой Двойственный Момент Это вопрос Еще Подсознание Вообще В первую очередь Нужно понять Что уважать Себя Уважать Других Будет Эти За свои Поступки Поступай По совести Живи в благости Человек Возможно Не дошел Как наши предки Говорили Каждый Говорит С миром На своем языке И мир Отвечает Ему Так же Каждый Приходит К веданию По своему Собственной Стезе И стежа Живедания Она поистине Многообразна Говорить О том Что кто-то Плохой Когда-то Человек Тоже Был Мясоедом Я Был Мясоедом В первую очередь Когда я это Осознал Я в первую очередь Попросил У всех Животных Которых Я съел Рыбок Птичек Или Кого-то Там Угодно Попросил Прощения Я Искоренил Это Вот Негативную Энергию Поэтому Она Ушла Из Сознания А если у человека Когда То что излучаешь То и получаешь Если у человека Где-то Есть Внутри Ну где-то Там еще Сомнения Или он пытается Эго Своё Подпитать Автоматически Оно и включается Конечно же Поэтому Нельзя Говорить Что все Там Плохие Или Ну если у человека Эго А может Он там Где-то Вроде бы Вегетарианец Но он еще Не проработал Или не отпустил Вот это Прошлое Воспоминание И он пытается Там доказать Человек же Если мы говорим Там Грубо говоря О Славянстве В славянстве Четко сказано В славяно-арийских Ветах Было хорошо Сказано И показано Не убеждайте Вы тех людей Кто не хочет Слушать вас И внимать Словам вашим У каждого Своя правда Если человек Не готов Еще к этому Не надо ему Навязывать Не надо Защищать Ну конечно же Он прав Это доказано Когда пригодили Там Долгожителям И заставляли им Есть мясо И они болели Потому что Их неосознание Их не микрофлора Они привыкли Уже к этому Им очень тяжело Осознаться И перейти на этот уровень И поэтому Не надо бороться С тьмой С этим негативом Вы порождаете Еще больше Тьмы Нужно просто Светить Нужно просто Светить Любовь Тогда человек Ну как бы Ну если не готов Ну ладно Не готов Так не готов А в данном случае Где-то еще У этих людей Есть какой-то Антагонизм Противоречия Где-то Сами они еще Не проработались Может быть Они и хорошие люди Но где-то Может быть Там подъедают Что-то Мы же тоже Не знаем всего То есть он может Писать Там Что я вегетарианец Сырое Это на самом деле Иное Поэтому Тут надо Проверять людей И не на словах А на деяниях А если человек Который на деяниях Так себя ведет Я думаю Настоящий человек Который Искренний Он никогда не будет Судить никого Его мир Соответствует Чистоте Твоей души Ведущих людей Посмотрите Они никогда Никого не осуждают Они понимают У каждого Свой путь И Вот Те же Опять же Славянно-арийских Ведах Сказано Пробуждение Человека идет Только в познании И око познания Спасет его Достигнув познания Дитя человеческого Снова взирает На веды И снова Долгом Становится К жизни Духовного Стремления А главных Всех деяний Становится Совесть Если человек Не дошел Еще до совести Ну вот Как говорится То есть Темные силы Они же как Используют Два пути На которые Завлекают людей И мешают им развиваться Физически Явно В нашем мире И творчески Сездают На благо Нашего рода То есть Они духовно И душевно Не дают Совершенствоваться Первое Это незнание Когда ты реально Не знаешь И второе Невежество И ты пытаешься Кому-то Что-то довязать В невежестве На первом пути Человеку Не дают Познавать Людей А во втором Убеждаешь Что твое познание Ненужно И вредно Для других людей Вот это обман А если вы хотите Пробудиться То реально Сознайте Сядьте и подумайте Так Кто-то написал А правда это или нет А посижу я почитаю А попробую я Недельку побыть на мясе Или недельку Побыть на овощах И тут уже Начинается разница Да Конечно же Есть еще Остаточные явления Когда там Паразиты внутри Как и энергетические Астральные Вас будут ломать Первое время Потому что И кормушку питания Отобрали Но с другой стороны Когда человек Переборит этот порог У него осознание Он реально смотрит Ой кожа молодее Ничего себе А и то и то И поведение Все Не надо доказывать Вот и все Поэтому Если там у человека Где-то Какие-то непроработки Но это Слишком индивидуально Нельзя всех Так под Ребенку Говорить Согласен В общем Поменьше фанатизма Надо И просто Следовать Простым заповедям О том Что для каждого Свое время Для каждого Свой уровень И так далее Я многих вегетарианцев Кстати понимаю Многих вегетарианцев Когда они Вот это все увидели О чем ты рассказал Кожа молодеет Энергии прибавилось Легкость какая-то Появляется Меньше тратишь Времени на то На все На пятое-десятое Здоровее становишься Болезни какие-то Проходят Хронические Я понимаю Что они хотят Вот этой радостью Поделиться с другими людьми Но надо учитывать Что когда вы Слишком навязчивы Люди Вместо того Чтобы принять эту радость От вас Они воспринимают Как агрессию И они от вас Отходят Так что Учитывайте это Становитесь ведущими людьми Которые Своим примером Могут показывать Как жить А не науськивать Не учить Словами Потому что Лучший пример Это своя жизнь И так Мы поговорили с тобой Про алкоголь Про питание Про воду Значит воды надо пить Много Постоянно Каждый день Не только в праздники Чистой воды Теплой воды Которая определенная ВПХ Например 7,5,8 В этом диапазоне Чтобы Это все известные факторы Наверное не будем их касаться Давай теперь поговорим Настроя Настроя Вот ты произнес слово Молитва Неоднократно Какой настрой На праздниках должен быть И что за молитвы Ты имеешь ввиду В данном случае Слово Настрой То есть это когда Ты погружаешься То что излучаешь Ты получаешь Мы же Даже вот на праздники Или начало года Закладываем программу Если у нас праздник Почитания предков Если мы в этот день Будем как-то себя вести Неадекватно Так же и предки Целый год Энергетически Программа запустилась Они нас будут ненавидеть И потом думаем Что это они как-то Странно себя ведут Или у нас там праздник Уважения Почитания Семейных Обычай Ценностей И там бракосочетания А мы наплевали на все это И нас целый год Никто не любит И там пару Не можно встретить Это просто Как следствие То есть Настрой должен быть Во-первых В соответствии с праздником Но если мы уже совсем Грубо говоря Не знаем Что это вообще за праздник Или совсем забыли То как минимум Нужно улыбаться Радоваться Внести позитивный настрой Максимально Настолько Сколько это можно Сохранять состояние Гармонии Радости То есть меньше Как бы хмуриться Больше улыбаться Меньше говорить Больше слушать То что пространство Меньше осуждать Больше принимать И меньше ждать Больше делать Максимально Ты сидишь на празднике Не надо ждать Что там за тебя Все там С комарохами Переоденутся Будут двигаться И еще еда Сама по себе На столе появится И еще чисто В квартире будет Сами вы сделаете Что-то приложите Меньше надо жаловаться Что там Не хватает Денег там На какую-то там Дорогую еду Или еще чего-то А больше цените То что есть То что собралось Только-то людей Ну кто-то не доехал Ну ничего страшного Значит так надо Значит в этой компании Будет намного лучше Меньше бойтесь Что-то не получится Будет как-то скучно Или Ой да нет Мы не будем Да зачем То есть больше любви Надо прикладывать И тогда эта программа Она уйдет И максимально Закладывается Позитивно Если в течение Ну вот Самое даже простое Оно вкладывается В память Ну вот если мы там Провели там один праздник А если их много И ты просто-напросто говоришь А как у тебя день пошел А вот так А вчера было так классно Уже хорошее настроение На завтра На послезавтра Потом вспомнили Через полгода Или через год Или через пять лет А если мы постоянно Эти праздники Совершенствуем Творим 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 То у нас и благости То есть это такое Заразительный процесс Который так называется Притяжение благодати То есть если мы Изначально вот на празднике Игнорируем У нас отсутствие благодарности Это порождение И фокусирование На самом худшем И это пробуждает Негативные ожидания А автоматически Негативные ожидания Ну все плохо Компания плохая Все плохо Создают ограниченные действия Мы уже не ходим Мы уже не делаем Включаем телевизор И смотрим Горячительные напитки У нас ограниченные результаты Потому что мы ничего Не можем вспомнить И сделать И эти ограниченные результаты Дают отсутствие благодарности А если бы мы подошли На праздники На традиции С благодарностью Мы сказали Так Мне хорошее настроение Все будет хорошо Всем настроиться Все фокусируются Что будет классный день Что мы какие-то традиции Ценности Проработаем Что-то новое Какую-то еду Какие-то вещи Расскажет Какие-то книжки Это порождает И побуждает Позитивным ожиданиям Каждому интересно Послушать А кто же скажет Что ново И это создает Веру убежденность Что никто глупости Делать не будет Это будет Намного интересное И сильное действие Давайте Это сильное действие Да и сильные Позитивные результаты То есть конкретно Все будут На хорошем настроении Общее поле Энергетическое Будет у всех Осознанно Конечно же Мы будем Благодарить друг друга За то что Мы классно Провели праздник У нас появляется Притягивание блага И мы хотим Еще раз Еще раз Еще провести 15 праздников И сделать их Лучше Интересней И там С шутками С прибаутками С интересами И еще чем-то Поэтому как следствие Если мы говорим О молитвах Ну это Так сказано Что касается Самих праздников Молитвы В зависимости От праздника То есть есть Очень много Древних Тех же Славянских Покон рода В которых Там занесены Молитвы Сейчас очень много Молитв Нового времени Которые Обобщенные Не привязаны Никакой религии Такие Молитвы Просто Почитание Земли Матушки За то что Она там Дала урожай Или наоборот Ты начинаешь Какое-то дело Или всадишь Ты просишь Помощи Поддержки Выше Стихи Чтобы там Все хорошо Было Или Если мы говорим О праздниках Брака Сочетания Конечно же Это молитвы К роду К обращению Можно Не привязываться Каким-то там Конкретным молитвам Можно даже И самому Молитву написать Если от сердца И с любовью То есть Должно быть Правда Доверие От страсти Мы правдиво Четко понимаем Что нам надо Мы доверяем Пространству И Со страстью Это вкладываем И если нам Все становится Понятным То есть И автоматически Появляется процесс Общения Мы становимся Желаем Хотим понять Четко Ясно Как Каждый другой Человек Это воспринимает Потому что Мы хотим Поделиться Этим Со страстью Ну Молитву Очень много То есть Как говорится Перечислять И не перечислять Ну Самое простое С любовью Чтобы они Произносились Читались Будь то В некоторых Праздниках Происходит Славление Когда Все Вначале Перед Торжеством Пиршества Вначале Молятся Или ходят На капище Или ходят Почитают Предков Или просто Хотя бы Элементарно Сесть За столом Помолиться Вспомнить Родных Или Просто Благословить Кого-то Или у кого-то День рождения Пожелать Ему Всем Высказаться Чек становится Вкруг И вокруг него Хоровод водят И накачивают Его Мыслеформы Чтобы они Материализировались Быстрее Поэтому Вопрос Что такое Молитва Молитва Это запрос К абсолюту То есть Это запрос К высшим силам К пространству Чтобы получить ответ Мы берем Медитируем Мы садимся И потом уже Через высшее я Через наше Подсознание Через третий глаз Получаем разные ответы Поэтому Всегда нужно Запрашивать Молиться И во время праздника Мы молимся Мы просим Чтобы высшие силы Или родственники Или духи Или ангелы Были с нами Поддерживали нас Рода нам помогала А Если Мы этого не делаем Просто Не будет Этой поддержки То есть Или она будет Менее ощутимая Для нас То есть Она будет Однозначно Но она будет Либо менее ощутимая А когда На тонком плане Мы понимаем Что мы уложили Работу Любовь И Выше Силы И хотят Нас поддерживать Слышать Слушать Помогать Ну это Это заметно Эмпирическим путем Когда мы что-то попробовали И реально Оно работает Думаешь Ну если работает Ну значит работает Просто попробуйте Каждое Вот слово Которое Хотелось бы Донести До вас Вы не верьте Ему Полностью Вы проверяете Когда вы будете проверять У вас будет личный Жизненный опыт Тогда вы сами будете понимать У вас Никто не сможет Переубедить У вас будет четкое Убеждение Что это работает Вот и все Хорошо Давай в конце Еще попробуем Такой практически Пример разобрать Вот представляем Новогодние праздники Вышел человек Погулять на улицу Ну хорош настроение Вот так Подышать свежим воздухом То что называется Насчитался книжек Помедитировал Помолился Выпил теплой воды Все хорошо Замечательно У него настрой Замечательный Вышел гуляет И идут навстречу Ему Друзья на веселе С бутылкой шампанского Такие уже Друг за другом Держатся О брателло Здорово С Новым Годом И предлагают Естественно Ему Отметить Новый Год Уже в их тесном кругу Выпить Вот Что бы ты Порекомендовал Нашим радиослушателям Как себя вести В такой ситуации Если Особого желания Себя отравить Алкоголем Нету Ну это Опять же Как древняя притча По поводу По поводу Нужно что делать Или нет Прошел Международный чемпионат По единоборству Вышел Первый мастер Все начали Кидать в него Камнями Он двигался Настолько быстро Что ни один камень В нее не попал Вышел Второй мастер Все начали Кидать в нее Камнями Он начал Двигаться Настолько быстро Что ни один камень Не долетел И вышел Третий мастер И никто не захотел В нее кинуть камни Вопрос Кто лучший мастер То есть Если человек Вышел Значит он Для счета Эту ситуацию Притянул Либо он боялся Либо переживал либо где-то внутри подсознания то есть он бы после этих людей не притянул их не дороги просто так ничего не происходит люди не притягиваются то есть ему в первую очередь сознание нужно разобраться для чего те люди бы прошли и они же не каждому каждому второму подходят и говорят давай брателла там присоединяйся это во первых но если уже такое произошло и человек не готов поменять сознание человек может элементарно сказать правду то есть если человек не хочет это сказать не я не хочу ну элементарно потому что частичка не во вселенной не слышится и для них они будут слышать я как это я не хочу как это ты не хочешь и не начнется происхождение а поскольку в них еще энергетические сущности которая такие как курвы которые проецируются такие на конфликт и на скандалы и автоматически они начинаются может до физического насилия дайте поэтому надо с чистой любовью и благостью можно пожелать этим людям удачи хорошего нового года там счастье или там или какой там праздник они празднуют и сказать все наилучшего иди своей дороге но это как минимум самое простое пожелание которое возможно либо перевести тему на нейтральный лад это смещение точки сборки как по разному называют или смещение сознания давайте поговорим о погоде ли там какая температура плавления асфальта и все и уже по-другому вот принимает этот вопрос ну что же давай тогда будем заканчивать нашу сегодняшнюю передачу поговорили мы основные аспекты все праздников разобрали основные потому что тема праздник вообще бесконечна да да и в заключение давай уж традиции не будем изменять пожелаем нашим радиослушателям что-то доброе хорошее вечно учитывая вот то время когда у нас все празднуют все веселятся когда все замечательно хорошо вот что ты можешь пожелать радиослушателю я в первую очередь хочу пожелать вам всем любви и счастья долголетия хорошего настроения пускай у каждого будет мир лад гармония в семье в окружении пускай все у вас получается те цели планы которые вы себе одна строили на планировали не обязательно сбудутся в этом году и вы просто истинно верьте в это не сомневайтесь никогда в себе не знаете что все что есть ваши мысли они рано или поздно материализируются просто если вы будете сильно улыбаться все мечты начнут сбываться поэтому я искренне желаю вам свершения самого-самого сокровенного что есть в ваших сердцах всем самым наилучшим благодарю благодарите александр напоминаю что сегодня мы общались с александром жарковым на тему славянские праздники как секрет долголетия напоминаю вам что народное славянское радио существует только благодаря вам нашим радиослушателям темы которые мы рассматриваем они опять же берутся из тех пожеланий которые идут от вас поэтому будьте активны поддерживайте народное славянское радио распространять информацию участвуйте в создании эфиров участвуйте в подборе песен музыки каких-то записей если хотите то можете поучаствовать как автор какого-то выпуска или может быть эфира пожалуйста мы открыты для добрых людей и для тех тем которые делают наш славянский мир лучше которая позволит создать державу который позволит изменить мир к лучшему через изменение самих себя прощаясь с вами желаю вам всего самого-самого доброго до новых встреч услышимся на родное славянское радио все нужно все важно а и и Субтитры создавал DimaTorzok